приветствую всех на канале михаил инвестиции меня попросили разобрать криптовалюту мантра дау для тех кто не знает эта технология которая кредитует управляет до таких много и поэтому неизвестно как она себя отработает мы будем разбирать с точки зрения технического анализа по поводу фундаментального подхода к сожалению таких систем много и сказать что она должна выстрелить я к сожалению не могу возможно если вы знаете какие-то уникальные преимущества по отношению к другим конкурентам то напишите в комментариях не забудьте подписаться поставить лайк чтобы не пропускать новые видео поехали разбирать итак на дневном графике можно сформировать линия сопротивления я считаю что она горизонтальная что это было ложное пробитие и также линия поддержки более локально у нас сейчас есть вот такая линия поддержки сразу обращая внимание на то что зоны распределения у нас очень близко друг другу расположена поэтому сказать до какого уровня будет падать случае падения крайне трудно имеется ввиду что может от любого уровня отскочить обращаем внимание на то что в данный момент у нас происходит закругление обратите внимание как медленно растут с каждым последующим распродажей падением и происходит такое загибание это не есть хорошо для восходящего тренда и только по одному этому сценарию можно предположить что мы упадем считаю что мы упадем вот в эту зону это получается на уровне 16 центов а будем ли мы дальше падать или отскочим это будем уже наблюдать непосредственно за происходящим это если смотреть чисто по свечам также обратите внимание что у нас как и здесь было пробитие канала буллинжера что последствовало тому что происходит падение считаю что падение еще немного продолжится как раз вот к этой локальной линии поддержки понятное дело что если мы ее пробиваем то мы опускаемся ниже это может как в район 18 долларов так и в район 16 долларов трудно сказать до какого точного уровня потому что здесь очень сильные распределение они очень обширные и утверждать точно до какого уровня к сожалению трудно я предполагаю что возможно сейчас пока будет падать мы как раз достигнем 16 центов и достигнем глобальной линии поддержки однако конечно это не факт будем наблюдать давайте обратим внимание на объемы мы видим что объемы возрастающие довольно хорошие но при этом роста не прослеживается что ставит под сомнением весь этот восходящий тренд по логике вещей должно было быть более стремительное какое-то движение вверх если обратить внимание на объемы но при этом мы этого ничего не видим также мы увидим о том что довольно неплохие были падения сейчас опять же мы увидим большие объемы и вновь закругление что является достаточно плохим знаком для продолжения роста давайте обратим внимание на магде магде сейчас показал падение сейчас показывают рост я считаю что вот это падение будет ложным и сейчас он вновь покажет нападение однако конечно это не факт в данный момент он показывается рост обратим внимание на эрсай эрсай у нас показывает о том что происходит дивергенция и вполне вероятно что именно сейчас произойдет то самое падение уже более сильное не вот эти мелкие падения которые были примерно по 30 процентов а рассчитываю процентов на 70 50 если 70 этого у нас получается в район 9 центов хотя вряд ли скорее всего будет в районе 10 центов надо конечно наблюдать сейчас мы можем только понять в большей степени что должно произойти дальнейшее падение и первая цель это понятное дело что вот эта зона вот в эту зону мы как раз и упадем обращаем внимание на дима и дима и показывают довольно хорошие радуженные перспективы для дальнейшего роста однако я предполагаю что он нас вводит заблуждение хотя это можно расценивать наоборот что вот эта дивергенция наоборот вводит нас заблуждение и должен произойти рост однако мы видим на то как происходит движение происходит закругление с каждым разом все маленькими шажками двигаемся то есть иначе говоря я считаю что дивергенция самое что ни на есть настоящее а дима и показывает нам уж имеется ввиду что не стоит ожидать дальнейшего роста если обратить внимание на стахановский индикатор он сулит за рост и сулит о том что якобы должно произойти довольно хорошее продолжение роста то есть можно рассчитывать на то что мы якобы дорастем вновь где-нибудь до 60 долларов однако я в этом очень сильно сомневаюсь видя на то как сейчас все происходит на объемы на эрсай на свечи давайте обратим внимание на более старшие таймфреймы чтобы как-то помочь себе в этом разборе может быть здесь мы что-то уточним себе может быть недельный график нам подскажет ошибаюсь ли я о том что будет падение или все-таки будет падение так мы видим были многократные доджи что свидетельство о том что рынок сомневается в том а стоит ли дальше падать эти доджи себя отработали и последовал рост потом что мы увидим доджи волчок волчок повешенной хотя повешенной должен быть выше предыдущей свечи но все равно эта модель считается также к о том что сейчас рынок сомневается надо ли продолжать рост опять волчок и только сейчас началось падение я считаю что вот вся вот эта ситуация недели очень так скажем нехорошая для роста иначе говоря следовало бы ожидать повторного тестирования вот этой линии поддержки если обратить внимание на объемы объемы вроде хорошие и говорили о том что должен продолжиться рост однако мы последующем не увидели хорошего роста добывая такое что показывает рост потом некой затишье и потом вновь рост здесь же мы до сих пор видим о том что несмотря на то что объемы вроде вновь возрастает но при этом судя по моделям недельным свечкам о том что он постоянно сомневается в продолжении роста я считаю что вот эти объемы можно расценивать как ложные но не то что ложные они как бы себя отработались мы все равно выросли выше этих свечей но в целом если судить глобально они ложны иначе говоря не стоит ожидать какого-то хорошего роста и я рассчитываю на то если судить по недельному графику о том что все таки должно произойти падение понятное дело что в данный момент мы сейчас примерно находимся у линии поддержки у локальной и можно было предположить что следующей неделе будет уже рост однако наблюдая всю картину в целом что происходит на дневном графике на недельном графике я считаю что все таки мы вы с большей долей вероятности пробьем эту локальную поддержку и будем уже опускаться поле глобальной глобальной я считаю что вполне вероятно мы вновь опустимся то что мы его ее пробьем к сожалению я на этот вопрос сейчас не скажу вам возможно мы ее пробьем если примеру сейчас биткоин станет там 24 там 11000 тогда да по всей вероятности мы вновь упадем в эту зону но если кто такого не произойдет то я рассчитываю что мы уже отскочим и полетим уже выше давайте обратим внимание на месячный график месячный график у нас показывает о том что достаточно слабый рост и это свидетельствует о том что последующий месяц должен быть падение и обращая внимание на эту ситуацию мы понимаем что падение как раз будет к линии поддержки глобально вот этой иначе говоря это падение будет как раз в районе примерно до 16 центов с одной стороны вроде кажется что объем это хорошие и по логике вещей должен был продолжиться рост однако обращаю внимание на все остальные факторы на недельном графике на дневном графике складывается совершенно иная картина говорящий о том что нет все таки должно произойти еще один по крайней мере возможно отскок либо уже пробитие тестирование вот этой линии поддержки это конечно не стопроцентный вариант мы на данный момент видим что находимся выше средний скользящий 20 или иначе выше скользящий средний по более жиру и в данный момент пока нету паники также мы в данном и пока находимся выше линии поддержки тоже как бы не повод паниковать однако если заглядывать все-таки в будущее я рассчитываю на то что все-таки произойдет падение я не могу утверждать когда именно она произойдет на этой неделе на следующей неделе но вот буквально ближайшие две недели может быть максимум 3 хотя это вряд ли скорее всего намного раньше произойдет то самое падение на которой я и рассчитываю не то что я рассчитываю а которую я вижу по техническому анализ мне как бы сейчас без разницы что он полетит вверх полетит и низ я не планировал ее приобретать и в данный момент пока нет у меня целей приобрести мантру сейчас я просто делаю прогноз холодный прогноз без всякого какого-то определенного направления имеется ввиду допустим у меня есть лонг позиции и у меня подсознательно двигают мысли путают мое сознание чтобы все-таки произошел угроз либо наоборот шорчу и подсознательно хочу чтобы упала и тем самым подстраивают свой анализ неосознанно по ту или иную ситуацию однако в данный момент у меня вообще нету мантры и это просто холодный расчет план хватит демагогии подведем итоги если глобально рассчитывать я рассчитываю на то что произойдет тестирование уровне поддержки и сейчас я считаю нет смысла приобретать мантра дал уж больно высокая вероятность если уж очень сильно хочется то ведь можно взять только очень маленькую часть либо взять понятное дело там со стоп лосса однако я считаю что стоп лосс может выгореть но это уже решать вам лично я если бы хотел приобрести мантру дал я бы дожидался коррекции и после достижения вот этой цели я бы после этого обратил внимание на последующий то как себя и покажет bitcoin исходя из этого делал бы вывода если бы были бы под сомнением по поводу биткоина что он будет дальше делать я бы тогда частично приобрел бы здесь и оставил час рез на тот случай если все-таки произойдет дальнейшее падение желаю всем профита всем до скорой встречи